Мальцева говорит, тост. Мальцева, запись на тарелку. Вот напилисты все. Я политика. Извините. Пьем все за Юру Косововского. Мы с ним познакомились. Я в его лице, в Доме творчества, увидела великого художника. Именно соцреализм. Это огромные холсты, синее небо. Я впервые увидела труд человека, истинным, в глубинном смысле этого слова. Вот это был реализм. Оранжевые, очень странные фигуры. И мало очень пуговица рисована. И поэтому я выпью. Юра, я пью за очень реалистичного художника, потому что ты близок. Мне очень по духу этого соцреализма. Я понимаю этот мир больше и глубже, чем Шиловых там, ну и так далее. По поводу моих картин. Там сидел художник Бести и сказал. А что это они в таких у вас форумах, как будто они заключенные. Я говорю, да нет, это же просто ватные куртки. Не такая бега. Ну да. А ватные куртки так полоскатами. Меня, видимо, это чуть-чуть подчеркнул. Что художник, получается. В общем, это был. Ну да. А потом еще, конечно, живописный комбинат. Юра Петро открылся в очень таком реалистичном обличии. Он просто писал сказки. И писал их обычно по несколько раз. Комиссия не принимала эти сказки. То, что придирались. Они именно искали какую-то фантастику в этом Юриевом реализме, истинном. Что рука не так, там какая-то морда не такая, хвост не тот. Но Юра был очень хитрый человек. Он, например, никогда не менял этот свой рисунок на холсте. Он просто его привозил домой в мастерскую. Матролевался на автобусе на метро. Оставлял себя в мастерскую и писал новую картину. И поэтому Юрий все это как летопись. Его соцреализм сохранялось вообще. И сохраняется может что-нибудь. Я не знаю. Сейчас есть у тебя что-то? Ну, параллельно я эти сказки продавал иностранцам в три раза дороже. Ну вот да. Но я с удовольствием работал для русских детей. А то, что художники ко мне привязывались в не такие истории, еще чего-то. Я, конечно, просто брал новый хвост и писал заново картину. Ну ладно. Итак, выпьем за то, что я хороший художник. Ну да, а потом завтра. А ты мою рюмку? Как, твою рюмку? Да. Она пустая? Да. Ну, просто разумничает. Не, давайте еще. Да. Таня, давай. Теперь у тебя еще нет. Давай на палан. Давай. Ой, держит тебя. Ура. Оле. Ты только некоторая. Три. Олень. Ура. Какой? Аплодисменты.